Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире состоялось очередное онлайн-заседание Национального собрания Западной Армении. Отношения Армении с третьей страной – это теорема, а отношения с Россией – аксиома Армен Сарксян. ЕС призывает вернуть всех военнопленных 44-дневной войны и строго соблюдать режим прекращения огня. Село Калатак в Арцехе процветает день от дня. В результате удара турецкого беспилотника в Сирии погибло трое мирных жителей. Платформы «Армянский Дарсим» направлены на сохранение армянской культуры в Дарсиме, Западной Армении. Ворога Цотни отреставрируют памятник языческого периода Закарская крепость. 10 ноября состоялось очередное онлайн-заседание Национального собрания Западной Армении, в котором приняли участие депутаты из разных стран. Основным вопросом повестки дня заседания стал внесенный на чтение законопроекта о порядке рассмотрения предложений правительства или парламента. Депутатам была дана неделя, чтобы ознакомиться с законопроектом, представить свои письменные предложения для обсуждения на следующем заседании. Заседание вела заместитель председателя Национального собрания Нелли Арутюнян. На заседании присутствовали президент Западной Армении Армен Акабра Амям, премьер-министр Садом Эликян и министр иностранных дел Лидия Маркосян. Отношения Армении с третий страной – это теорема, с Россией аксиома. Об этом заявил президент Республики Армении Армен Сарксян в интервью газете «Аргументы и факты». Отвечая на вопрос об отношениях с другими странами и Россией, президент Республики Армения сказал, «Однако среди всех стран есть одна, с которой бессмысленно обсуждать отношения – это Россия, потому что невозможно обсуждать то, что априорией. В математике есть теоремы, но есть и аксиомы. Отношения Армении с третьей страной – это теорема, а отношения с Россией – аксиома. Несколько сотен лет мы жили в Османской империи, а затем в Российской империи. В результате Армянская республика, существовавшая в составе Российской империи, сегодня является независимой Армении. А где находится Западная Армения, которая была в Османской империи? Где проживающие там армяне? Сегодня в России столько же армян, сколько и в Армении, а в Турции их было больше. Вы спросили, могут ли нынешние изменения повлиять на отношения с Россией? Важно то, что я даже не хочу говорить о прочности дружбы между нашими странами. Для меня это аксиома. Спикер внешнеполитического ведомства ЕС Питерстана выступил с заявлением по случаю первой годовщины подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Армен Пресс, в заявлении говорится, что Евросоюз выражает соболезнования семьям всех погибших и раненых в ходе боевых действий. Хотя боевые действия прекратились, но по-прежнему существует множество неотложных вопросов, которые необходимо решить, чтобы продвинуться к стабильному урегулированию путем переговоров. В частности, мы призываем к строгому соблюдению режима прекращения огня, немедленному освобождению всех военнопленных, полному сотрудничеству в разминировании и ослаблении напряженности в пригорочных районах. Европейский союз по-прежнему привержен делу мира и процветания на Южном Кавказе, говорится в заявлении. Количество людей в селе Калатак в Мартакерте после войны увеличилось. Сюда переехали лишенные жилья жители, а в том числе и военные. После войны по трехстороннему соглашению Ахдамский район перешел к Азербайджану, включая семь сел Мартакертского района. Эти села были освобождены от армян всего за один день. Во время 44-дневной войны Калатак был убежищем. До войны в селе проживало 258 человек, а сейчас 327 человек. В единственной школе в селе работают шесть учителей, а учатся 50 детей из этого села и 26 детей из соседнего села Табглу. Жители занимаются земледелием и скотоводством. В нижней части поселка строится Уау-Глэмпинг-эколагерь для туристов, и там откроется новый завод. Жители Калатага возлагают большие надежды на реконструкцию Ако-Баванка, который был построен в VII веке и не функционировал после XIX века. По меньшей мере, три мирных жителя были убиты в результате удара турецкого беспилотника в северно-сирийском городе Камишили. Об этом сообщил телеканал Алгадад со ссылкой на курдские источники. В частности, турецкий беспилотник сбил машину в одном из жилых районов города, в результате чего погибли три члена одной семьи. Утверждается, что целью нападения был один из представителей курдских сирийских демократических сил, но в момент нападения его не было в машине. Ряд районов на востоке и северо-востоке Сирии в настоящее время контролируется курдскими силами. С 2017 года Турция провела три военных операции в этих регионах. Платформа предназначена как для социальных, так и для культурных целей. Армянский Дарсим находится в прямом контакте с армянскими семьями, проживающими в провинции Дарсим в Западной Армении. В настоящее время 20 армянских семей поддерживают эту инициативу, покупая продукты, которые они выращивают и производят. Армянские жители провинции Партек в Дарсиме получили возможность производить стопроцентно натуральные сладости без консервантов. Благодаря поддержке армянские семьи Дарсима более мобилизованы для сохранения своей культуры и свободного проживания в соответствии с армянскими традициями. Журнал «Армянский Дарсим» выйдет через три месяца. Платформа также оказывает финансовую и социальную поддержку молодым армянским студентам в Дарсиме в создании документальных фильмов о продолжающейся ассимиляции во всем мире, которые мы переживаем. Планируется отреставрировать памятник «Закарская крепость языческого периода», которая находится в общине Катнахпюр Арагацотского района. Крепость является одним из самых уникальных исторических памятников и был построен до нашей эры в первом веку. Как сообщает Армен Пресс, историко-культурный заповедник Музея и службы охранно-исторической среды сообщает, что в крепости было большое количество амбаров, каменных ям и толстых стен. Наиболее значительные раскопки в районе крепости проводились в начале 90-х годов группой известного археолога Исаия Асатряна. Тогда на территории крепости были обнаружены ценные археологические предметы. На днях в школе имени Исаия Асатряна в общине Неркин-Базмаберт был подписан меморандум, согласно которому в 2022 году начнется благоустройство и дальнейшее научное изучение территории археологического памятника «Закарская крепость». Меморандум подписан между семьей Исаия Асатряна, историко-культурный заповедник Музея и службы охраны исторической среды, Институтом археологии и этнографии Национальной Академии наук. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok